Представляю вам нашего спикера Сергея Лучникова, директор компании OnyxSoft с 2003 года, занимается автоматизацией учета в ресторанах, любит порядок, цифры и классный сервис. Эта лекция будет прекрасным дополнением к предыдущему блоку по финансам и Сергей вам сейчас расскажет о такой классной штуке, как настраиваемые управленческие отчеты. Я правильно, да? Да. Встречайте. Да, добрый день, друзья. Давайте знакомиться. Меня зовут Лучников Сергей, я руководитель компании OnyxSoft. Мой сегодняшний доклад будет хорошим дополнением к продолжению Татьяниного выступления. У нас темы очень пересекаются, все это про учет, потому что наша компания занимается в принципе постановкой учета в ресторанах, на предприятиях общественного питания. Мы устанавливаем учетные системы различные и через учетные системы повышаем уровень осознанности управленцев бизнеса по управлению по части финансов и постановке целей. Ну, если совсем по-простому, то мы внедряем систему Айка, но вот в таком чистом виде всем понятно, что учетные системы, они никому не нужны. Ну, потому что это всего лишь инструмент для достижения целей, каких-то целей. И вот сегодня я хотел бы с вами поговорить как раз-таки о том, что же такое цели, какие цели нужно ставить перед собой, что же вообще это такое. И чем же учетные системы нам здесь в помощь? Я работаю с рестораторами достаточно давно, беру интервью, много с ними общаюсь, мы запускаем вместе много проектов, я становлюсь участником открытий, где-то удачный, где-то не очень. И у меня есть много информации, как от успешных, так и от неуспешных, хотел с вами поделиться. И вот вы знаете, по моим наблюдениям, в ресторанном бизнесе очень высокая ротация. Очень много заведений закрывается в первый год жизни, и это не беда. Еще большее количество заведений, знаете, находится в таком пограничном состоянии между жизнью и смертью. Ну, когда уже прибыли нет, квартира заложена, еще что-то пырхается, уже закрыли бы давно, но все никак. Почему? Ну, ответ простой есть. У нас в стране все плохо, кризис. Нас этот ответ не устраивает, поэтому, общаясь с рестораторами, знаете, кстати, есть такой эффект, называется систематическая ошибка выжившего. Слышал кто-то? Да, расскажите. Все верно, да. То есть это дело было, этот термин появился во время… Да. Да, да. Да, абсолютно верно. Значит, история берет свое начало во время Второй мировой войны, когда была конструктору русскому бюро поставлена задача повысить выживаемость самолетов, возвращаемость. И что делали конструкторы? Они усиливали те места у вернувшихся самолетов, которые были пробиты зенитками вражескими. Это нисколько не повышало выживаемость, они абсолютно не увеличили этот процент. И тогда один конструктор говорит, ребят, в общем, давайте поменяем методику, будем исследовать не те самолеты, которые вернулись, а те, которые не вернулись. Ну, потому что там, скорее всего, проблема. Эти-то долетели с этими дырками. Поэтому… А как получить доступ к той информации? Они же не вернулись. Поэтому было принято решение бронировать места, которые остались целыми. И как раз-таки бронировали кабины и забаки. Тем самым повысили здорово возвращаемость самолетов. Вот такой эффект с тех времен называется систематическая ошибка выжившего. Он, кстати, касается исследования, в принципе, любого множества. И рестораторы не исключение. Очень много книг, много статей об успешных рестораторах. Их часто приглашают на подобные мероприятия, они рассказывают о своем успешном опыте. Но никто не приглашает тех, кто провалил этот бизнес и не спрашивает, как же так у тебя получилось, почему. Можно много, конечно, оправдывать случившееся. Кто-то говорит, не угадал аудиторию, не попал в аудиторию, не попал с локацией, маленький средний чек, не то меню. Но по моим наблюдениям, по нашим наблюдениям, у всех этих товарищей сбитых, есть такая ключевая базовая ошибка. Ошибка номер ноль, я ее называю. Низкий уровень осознанности относительно своих финансовых целей. Человек говорит, я хочу открыть ресторан. Я хочу... Вопрос элементарный. Через сколько ты хочешь его отбить? Нет ответа на вопрос. Кто-то, кто поопытнее говорит, я планирую отбить его через два года. Ну, замечательно. А какая для этого нужна выручка? Нет ответа. А сколько должно быть гостей? Какой должен быть средний чек для этого? Тоже ответа нет. И без осознанности наших целей, для чего мы вообще этот бизнес делаем, наши действия становятся рассогласованными. То есть мы действуем в хаотичном порядке. Есть тоже такой пример про аборигенов Меланезии, когда американскую базу открыли на одном из островов, на одном из островов, где обитали туземцы. И вот этим туземцам периодически сбрасывали материальную помощь, гуманитарную помощь в виде таких грузов, самолетов. И там была какая-то еда, там одежда, провизия. И эти туземцы, они искренне не понимали, почему вдруг так происходит. Откуда эти дары с неба? Когда военную базу убрали, естественно, гуманитарные грузы перестали отправлять. Туземцы решили, ну, надо как-то повлиять, чтобы эти боги с неба нам снова стали присылать эти грузы. Они стали имитировать действия военных. Они брали палки, демонстрировали, выставляли, значит, караулы, поджигали костры, слепили из говна и палок эти самые самолеты. То есть полностью имитировали действия военных. Как вы думаете, что произошло? Ничего не произошло, потому что ничего не прилетело. Потому что они действовали неосознанно. Они всего лишь имитировали, занимались имитацией действий более успешных своих представителей. Собственно говоря, когда мы не ставим цели, а действуем по образу и подобию наших успешных коллег, не понимая, зачем мы это делаем, мы напоминаем тех же самых туземцев. Так вот, разбираясь немножко в этом понятии цели, я на самом деле не буду тут мудрствовать лукаво, я и сам до конца не понимаю, как цели правильно ставить, но хочу с вами порассуждать на эту тему. Цель, по моему разумению, это такое, оно парное понятие со средством. Что это значит? Ну, что вообще такое цель? Вот, например, вам надо перейти дорогу. Это цель? Да, смотрите, вот перейти дорогу, это не совсем-то и цель, потому что у вас все для этого есть. Возьми да и перейди, это же не проблема, да? У вас есть для этого все средства. Или, например, вот наемный сотрудник, у которого зарплата 20 тысяч, говорит, моя цель в этом месяце заработать 20 тысяч гривен. Это цель? Ну, не цель, да, ходи на работу, ты их получишь. Есть другой пример. Я однажды у своего знакомого увидел на компьютере такую заставку. Моя цель. Я, как там было, я буду получать 500 тысяч гривен в месяц. Это цель, как вы считаете? Это хотелки, да, мечталки и хотелки. Есть вот сейчас много такой модной литературы современной, в которых пишут, что ты должен сигнал посылать в Вселенную, и Вселенная тебе что-то пришлет за это. Ну, я даже представляю себе эту картинку, сидит такое высшее существо, читает список, говорит, так, тут все нормально, все нормально, вот так, Коля, 500 тысяч. Надо срочно дать, что-то непорядок. Ну, есть мнение, что как-то это все не так работает. Наверное, это все-таки мало для достижения цели, просто посылает сигнал. Поэтому цель, по моему разумению, подразумевает некий недостаток средств. То есть, вроде бы ты что-то хочешь, но ты не знаешь, как этого достичь. Но не так, чтобы абсолютно не знаешь. То есть, в принципе, что касательно ресторанов. Мы все понимаем, что открываем рестораны ради прибыли. Дальше мы понимаем, что такое прибыль. Прибыль – это разница между выручкой и затратами. Ну, вроде очевидно, да? А какая нам нужна выручка? Из чего она складывается? Итак, под уровень, за уровнем, мы понимаем и определяем для себя вот это дерево целей. Количество гостей, средний чек. Из него складывается наша выручка. Наши затраты. Фудкост, себестоимость, лейборкост – это заработный плат сотрудников. Прочие затраты. И проработка этих глубина погружения, она зависит от уровня проблем, которые мы должны решить. Есть еще один такой нюанс, такой термин – импульс несогласия. Вот импульс несогласия – это когда вы что-то хотите, вот цель есть какая-то у вас, вы ее уставите, да? И такое есть русское слово из трех букв, называется она букву «Б». Когда вы что-то очень хотите, вот так внутренний голос так говорит. Вы так этого хотите, и вы не понимаете, как эту проблему решить. Но вы так этого хотите, что вот этот внутренний голос вырывается из вас и кричит. Вот та история про 500 тысяч в месяц – это не про цели. Потому что, ну, во-первых, у моего знакомого Коли не было никакого импульса, не согласия. Я просто так, ну, хотел их. Он просто мечтал, что когда-то они ему свалятся с неба, но никакого импульса несогласия у него эта цель не вызывала. Поэтому импульс несогласия – это тогда, когда вы не понимаете, как этой цели добиться. И это понятие, оно соседствует с целью. И вот тут мы переходим к следующему термину, называется «проблемы». Недостаток средств для достижения какой-то цели – это и есть наша проблема. Проблему, которую мы должны решить. Кстати, внимание, вопрос. У кого нет проблем? Того, кто ничего не делает. У кого нет цели. Правильно. То есть, если нет проблем, то и нет целей. Ну, видимо, всего добился, все уже решил. И в этой жизни больше ничего не нужно. Поэтому всегда, когда вы ставите перед собой какие-то цели или планируете их поставить, будьте готовы к тому, что у вас возникнут проблемы. И из-за недостаточности средств для достижения этих целей. Проблемы – это отсутствие или нехватка средств для достижения целей. Значит, как мы наши проблемы для достижения целей решаем? Ну, первое. Мы объявляем проблему и чувствуем импульс несогласия. То есть, мы понимаем, что для достижения цели нам чего-то очень сильно не хватает. Для нас это проблема. Эта проблема у нас вызывает вот этот импульс. Я обязательно должен это сделать. Я обязательно должен задачу эту решить. Вот прямо обязательно. Вот это импульс несогласия. Дальше. Для того, чтобы проблему эту решить, мы ее объявили, мы с ней согласились. Мы отцифровываем проблему и выбираем показатели. Вот тут мы как раз-таки вынуждены обращаться к нашим учетным системам. Причем в зависимости от учетной системы, от ее качества зависит, какое количество показателей и какие показатели эта учетная система нам способна дать. Третий пункт. Учимся регулярно и просто считать эти показатели. Ну, например, вот живой пример. Клиент нас позвал и говорит, хочу внедрить систему лояльности, хочу повысить средний чек. Окей, говорит менеджер. А какой сейчас у вас средний чек? Не знаю. То есть, возможно, проблема, ты не в среднем чеке. Просто человек решил сымитировать чей-то, возможно, даже успешный опыт. Поэтому вот эти показатели, прежде чем заняться решением проблемы, мы должны ее оцифровать. Мы должны научиться регулярно получать эти показатели. Скажите, у кого сейчас есть действующий ресторан? Вам присылают на мессенджеры какие-то показатели сейчас? Выручку, количество гостей. И какие-то показатели, которые вы требуете, чтобы вам присылали? Ну, начните, да. И вот начните это делать. Ну, опять-таки, это же все от потребности, это же все от целей. То есть, если вы чем-то недовольны, вы оцифровали какие-то показатели, вы недовольны выручкой, вы должны на нее как минимум смотреть. Правильно? Вы же должны понять, какая она сейчас, эта выручка. Дальше. Четвертое. Учимся регулярно смотреть на показатели. Есть такой термин, недавно узнал, дисквалификация. Но не в том смысле, что вот красная карточка и ты свободен. Дисквалификация это когда, вот у меня часто такое бывает, ставив какую-то цель, понимаю, есть проблема в нехватке каких-то ресурсов, меня это очень сильно заводит. И для меня это проблема. Я смотрю на нее, я не знаю, как ее решить. Вы знаете, такое ощущение неполноценного мужчины, когда ты вроде бы видишь, что есть эта проблема, но ты ничего с этим сделать не можешь. Но нет у тебя никаких идей. И люди подсознательно отказываются от того, чтобы смотреть туда, где есть проблема. Это называется дисквалификация. То есть, я не квалифицирован для того, чтобы эту проблему решить. И лекарство тут одно, надо продолжать смотреть. На низкую выручку, на низкое количество гостей, на низкий средний чек, на другие показатели, которые выбрали, как оцифрованные показатели своей проблемы. Почему? Потому что даже то, что вы туда смотрите, уже означает, что ваше подсознание с этим работает. Вы уже подспудно ищите решение. Вы уже не выключаетесь из процесса поиска решения. Дальше. Когда вы продолжаете смотреть на эти показатели... Кстати, развейте тему, почему люди не хотят смотреть на какие-то показатели, на проблемные показатели. Почему? Конечно. Безусловно, правильно, абсолютно. То есть, надо что-то с этим делать, а что делать, хрен его знает. Ну, хрен его знает. Я не знаю, что с этим делать. Как привлечь гостей? Я не знаю. Поэтому люди просто выключаются и говорят, не хочу я на эти показатели смотреть, я буду лучше смотреть на какие-то благополучные показатели, которые мне нравятся больше. То есть, так спокойнее. Но, да, тут одно лекарство, надо продолжать смотреть. Вот надо продолжать смотреть. Так как, когда человек хочет похудеть, он должен становиться каждый день на весы и смотреть на эти циферки. Даже если очень неприятно, надо просто становиться и смотреть. И уже это будет заставлять меньше кушать, больше заниматься спортом. Дальше. Предпринимаем действия. Те, которые вам пришли, не обязательно, что они будут правильные. Мы должны ставить эксперименты, выдвигать гипотезы и проверять их. Предпринимаем какие-то действия. Смотрим, что получилось на основе этих выбранных показателей. То есть, если мы боремся за выручку, мы должны смотреть на те показатели, которые на нее влияют. Средний чек, количество гостей и так дальше, так дальше, низ, 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 низ. Вот тут нам очень поможет такой термин, как приборная панель. Но не в том смысле, как у самолета или автомобиля приборная панель. Это как раз такие про те показатели, которые вам регулярно кто-то готовит и присылает. Причем здесь очень важна регулярность. Не от случая к случаю, не раз в неделю по хорошему или по плохому настроению, а тогда, когда с той регулярностью, с которой вы установили. Например, расчет о прибыльных и убытках раз в месяц, баланс раз в месяц, ДДС раз в месяц, выручка ежедневно, количество гостей ежедневно, анализ меню еженедельно. Причем вне зависимости от настроения. Кто, кстати, скажет, в каком настроении обычно шеф просит какие-то показатели? В хорошем или плохом? Почему? Бабок нет, да? Деньги закончились, надо искать, где они. Потому что когда они есть, вроде все хорошо. Зачем эти показатели смотреть? Это, кстати, когда шеф просит какие-то отчеты, это, скорее всего, означает какой-то следующий конфликт для того, кто эти цифры начал подавать. Потому что следующий вопрос будет, как же так? Как так получилось? Как вы это допустили? Приборная панель. Дальше я покажу вам несколько примеров, несколько десятков показателей для приборной панели. Но предупреждаю сразу. Они опасны, потому что их не нужно смотреть тогда, когда вы не поставили себе какую-то цель, которую нужно решить с помощью этих показателей. Потому что они могут вести вас в заблуждение. Вы начнете копать не в том направлении. Я их вам покажу и расскажу, только для того, чтобы вы, когда вы решите какую-то решать, примите решение какую-то проблему решать, чтобы вы знали, что такие показатели существуют. Например, начнем с самого простого. О выручке и о себестоимости. Выручка по товарам и группам в количестве проданных блюд и их себестоимости. Ну, простой отчет о продажах. Доля продаж бара, кухни в структуре общих продаж. Доля продаж по группам блюд в структуре продаж. Данная БЦ-анализа по количеству, по выручке, по марже. Об этом говорила Татьяна передо мной. Количество гостей, количество заказов. Средний чек, средний заказ. Я, кстати, пришлю презентацию тому, кто попросит меня в Телеграм, я отправлю, чтобы у вас это было. Доля дней в выручке, доля дней недели в выручке. Сколько по понедельникам, сколько по вторникам, сколько по субботам, по воскресеньям. В количестве гостей, в количестве чеков. Очень важный показатель. Доля гостей с картами. В количестве гостей и выручки. Ведь известно же, что основную долю выручки составляют постоянные гости. Это те, кто нам предан, те, кто нам лоялен, те, кто приходят регулярно, у которых достаточно высокий средний чек, и они нам не изменяют. Но ведь, когда падает выручка, в первую очередь мы хватаемся за голову, выключим, что делать, вводим какие-то акции, опускаем цены, перерабатываем меню. Элементарно. А может позвонить своим гостям и узнать, почему они перестали к нам ходить? Почему за счет них упала наша выручка? Я регулярно сталкиваюсь с такой проблемой. Кстати, кто поможет мне? Скажите, для чего вообще системы лояльности принципиально нужны? Молодцы. Клиентская база. Но не только для того, чтобы давать скидки. Для того, чтобы получить контакты этих наших дорогих гостей. И в нужный момент с ними связаться, если нам что-то от них нужно. Например, мы хотим узнать, как они относятся к нашему заведению, чтобы они хотели получать от нас еще. Какую бы оценку они нам поставили. И вот я в силу своей специфики, своей профессии много посещаю ресторанов. У меня много карточек разных. Как вы думаете, какое количество ресторанов мне звонят и спрашивают мое мнение? Не один. Вот правда. Я практически везде оставляю свои контакты. Ну, опять-таки, для цели статистики я просто проверяю, будут звонить или не будут. Это очень редко. Звонят из каких-то спортивных клубов, из каких-то саундбань, из таких чисто сервисных организаций. Но вот из ресторанов практически никто не звонил никогда. Казалось бы, что сложного, да? Возьми, поручи администратору или управляющему сделать 20-30 звонков в день. Это же несложно. За две недели вы обзвоните всю вашу клиентскую базу. Соберете просто огромное количество рекомендаций, которые можете бесплатно у себя применить. И не нужно впадать в какие-то идиотские идеи, давать абсолютно всем какие-то дебильные скидки, какие-то благодарности непонятно за что. Вот надо своих лояльных клиентов поощрять. Идем дальше. Среднее количество блюд, напитков, чеки. Такой интересный показатель. Вот я встречал рестораторов, которые используют этот показатель. Это называется расширять чек. То есть принято считать, что нормальный гость должен у нас взять одно основное блюдо, два полублюда и два напитка. Основное блюдо, что такое полублюдо и что такое напитки, вы понимаете. И вот за это мы, по сути, и надо поощрять наших официантов. А не за то, что они впарят нашему гостю более дорогое блюдо из меню. Потому что, ну, народ сейчас умный, читать и считать умеют. Поэтому обычно, даже если виды не подают, то обычно такой напор расценивают очень плохо. Вот за этот показатель нужно бороться. Доля продаж, количество чеков, количество гостей по времени утром, обед, вечером. Доля банкетов, выручки. Рейтинг официантов по выручке, рейтинг официантов по количеству блюда, напитков на гостя. Такой показатель, как выручка на один квадратный метр. Казалось бы, зачем он нужен? Меня регулярно спрашивают для какого-то из этих показателей. А вот этот показатель в какой норме должен быть? Какая норма для этого показателя? Я честно скажу, я не знаю. Ну, потому что нет правильного универсального ответа. Любой показатель важен в динамике. Не его сейчас натуральное значение, а меняется он, растет или падает. Ну, в зависимости от показателя. Вопрос, а с кем сравнивать? Ну, есть два варианта, да? Можно сравнивать с конкурентом, что, кстати, является очень эффективным драйвером роста. А можно сравнивать с собой вчерашним. Оценивать, как ты растешь. Если есть несколько ресторанов, еще лучше. Вы можете устраивать соревнования между вашими ресторанами. Но любой показатель очень важен в динамике. Относительно фонда оплаты труда. Фонд оплаты труда к выручке, фонд оплаты труда к выручке зала, к выручке кухни, количество сотрудников. Вообще гениальный параметр, гениальный показатель. Количество сотрудников на килограмм проданной продукции. Вот у нас какой-то клиент заказал. Я не помню имя, но реально был такой человек. Мы такой параметр настраивали. Он по своим ресторанам мерил, сколько людей, сколько у него работает сотрудников на килограмм проданной продукции. Это еще один показатель. Тут самое главное в этой нашей борьбе за эффективность не перестараться. Как учат в Нью-Йоркской школе бизнеса, если ваш фудкост и лейборкост, то есть себестоимость и затраты на фонд оплаты труда менее 55%, то все окей. Если предпринимательский зуд вас все-таки донимает, и вы хотите вмешаться и так в дела, и так хорошо работающего ресторана, лучше направьте вашу энергию на открытие следующего заведения. Не разрушайте нормальных показателей. У нас часто так бывает. Все хорошо, но мы хотим что-нибудь еще лучше. Поэтому рекомендация лучше открывать новое заведение, если вас мучают какие-то сомнения. Здесь очередная порция показателей, которые мы рекомендуем анализировать, меню себестоимость по разным методикам. Это пресловутый отчет о прибылях и убытках, о котором говорила Татьяна, где вы видите все ваши доходные статьи по месяцам в суммах и в процентах, видите все ваши расходные статьи. И самый важный показатель, чистая прибыль, которую вы также можете планировать и анализировать, получили вы то, что ожидали или нет. Баланс, тоже Татьяна его упоминала и рассказывала, который позволяет нам ответить на вопрос, окей, деньги мы заработали, вроде чистая прибыль есть, а мы можем их изъять из предприятия? Баланс нам на этот вопрос ответит. Потому что баланс состоит из двух блоков активы и обязательства и капитал. И мы, например, по этому ресторану видим, что у него прибыль прошлых периодов минус 2 миллиона. Пока он их не компенсирует своей чистой прибылью, в принципе, он изымать из бизнеса не имеет права ничего. Итак, резюме. Для того, чтобы развиваться, мы должны ставить цели. Ну, я так понимаю, что вы, наверное, уже осознали, что без этого никуда. А что такое цель? И как распознать, правильная она или нет? Правильная цель вызывает такой острый импульс несогласия с тем, что вы не можете ее достигнуть. Любая цель связана с нехваткой каких-то ресурсов, нехваткой каких-то средств. И это для нас проблема. Мы должны ее решать. Для того, чтобы решить эти проблемы с нехваткой средств, мы должны повышать уровень осознанности через приборные панели. Вот на самом деле для чего нам, в принципе, нужен учет. Ни для чего другого нам учет не нужен. И не слушайте ни бухгалтеров, ни финансовых экспертов, которые говорят, что учет нужен только для того, чтобы что-то делать, вести чему-то учет. Учет вам, как предпринимателям, как собственникам бизнеса, нужен всего лишь для одной цели. Для принятия решений. Для принятия решений. Для того, чтобы принимать решения, вы должны анализировать вашу собственную приборную панель. Приборная панель оформляется очень легко. Вам сотрудники какие-то ответственные присылают на тот же мессенджер какие-то показатели, которые вы отслеживаете вот в данный момент для решения проблемы. Переживаем период дисквалификации, продолжаем смотреть на показатели, не зная, что с этим делать. Находим решение, достигаем целей. Обязательно хорошо отмечаем достигнутую цель, прямо кто как умеет. Так, чтобы подстегнуть наш мозг и отблагодарить его за принятые и правильные решения. Ставим новые цели. И так по кругу. Вот так и живем. Моя компания, компания Unixov, занимается тем, что помогает предприятиям настраивать управленческий учет и создавать вот такие вот приборные панели, на основании которых вы принимаете ваши верные управленческие решения. А мы помогаем сделать так, чтобы ваши рестораны не стали сбитыми самолетами, как большая часть, к сожалению, проектов. Спасибо за внимание. Вы были хорошей аудиторией. Давайте поаплодируем друг другу. Кому нужна будет презентация, обращайтесь. Это мои контакты, Viber, Telegram. Звоните, пишите. Сергей, спасибо.